Субтитры делал DimaTorzok Меня зовут Зловина Анастасия Олеговна, департамент Заскания Анастасия Олеговна, ну вы дозвонились к юристам, человека, о котором вы спрашиваете, наш клиент Тогда вы сами, наверное, как юридически образованный человек, думаете, что вам необходима эта доверенность от его лица, чтобы вы имеете право заниматься его финансовыми вопросами Конечно, она у нас есть, а как же? И договор о сотрудничестве, и доверенность нотариальная, само собой Тогда необходимо отправить его на электронную почту, чтобы мы могли предоставить какую-либо информацию Без данных документов предоставлять вам, к сожалению, ничего не надо Да и не надо, мы что, просим у вас информации какой-то? Нет, ничего не просим, зачем? Мы если и будем просить, то письменно Вы же позвонили, я вам отвечаю, и я тут, собственно, не навязываюсь к вам на разговор Ну это все, всего доброго До свидания Алло Алло Я вас слушаю Алло, здравствуйте, Ярмолай Владимир Константинович, правильно? Нет, неправильно Давайте я тоже тогда представлюсь, это вы, да, Владимир Константинович, не расслышала? Нет, 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 вы кто? Это звонок из Ситибонка, у нас номер как мобильный указан, оставил Владимир Константинович, Ярмолай Владимир Константинович, клиент нашей организации, вы правильно позвонили, он у нас работала переадресация, он отключил свою трубку и заодно переадресовался на нашу компанию А что за компания у вас юридическая? Юридическая компания, мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию Название, то есть так называете, да, просто юридическая компания? Компания называется Алиам Алиам, правильно? Алиам Алиам, понятно А вы как-то сможете Владимиру Константиновичу передать информацию? Через вас можно передать или нет? Можно, конечно Тогда пишите, пожалуйста, наш контактный телефон Вот ему нужно будет просто позвонить по этому телефону Он обратился к нам для того, чтобы полностью исключить устный формат общения со своими взыскателями Он не знает, как с вами разговаривать Не знает, как с нами разговаривать? Да, и все его пожелания А кто будет разговаривать, соответственно? Он будет разговаривать только в письменном формате В письменном формате Все, я поняла вас Хорошо, всего хорошего До свидания Алло Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, это открытие банка делал по работе с просрочной задолженностью Меня зовут Ксения Алексеевна Не подскажете Пушкарева Ирина Николаевна, могу услышать? Нет, не сможете А вы и кем являетесь? Я сотрудник организации, она наш клиент А что это за организация? Юридическая А называется как? Компания называется Алиам Олеам? Алиам, первая буква А, последняя М, Михаил Аля Хорошо, а то есть я так понимаю южная щита, да? Да, 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 все верно, понимаете Информации передайте, чтобы именно она связалась с фантомастическим банком по номеру 8800-713-13 Она полностью игнорирует устный формат общения, не желает общаться с банком устно и поручила нам от своего имени писать письма в вашу организацию Это без разницы Информации передайте, чтобы с банком она срочно связалась До свидания До свидания Алло Здравствуйте, звонок из Ситебанка, не подскажет ли Владимира Константиновича Ермоваева, можно услышать? Нет, не получится Не получится, а вы не могли бы ему передать, что звонили из Ситебанка? Он знает, он сейчас нажал сброс и звонок переадресовался Но на самые представляемые интересы Так, я вас понял, номер телефона можете записать для связи, чтобы ему передать? Да, он не будет общаться в устном формате Для этого я обратился к юристам Не хочет узнать Я вас понял, до свидания Алло Алло Здравствуйте Инспектор Савлий Работа с проблемной задолженностью Альфа-Банка Меня зовут Николай Сергеевич Алину Леонидовну, умели никак услышать? Нет, не услышите вы здесь Она игнорирует устный формат общения Нам поручила Алина Леонидовна игнорирует устный формат общения со своими взыскателями И поручила это дело нам Компании АЛЛЯМ Нам от кому? Я же даже попытался сказать, вы не дали Компания АЛЛЯМ, Центр юридической защиты населения У вас проблемы со связью, вас не слышат, вы прерываетесь Да, ну, в глупости все хорошо слышно Я же вас слышал Необходимо, чтобы Алина Леонидовна сегодня срочно связалась по телефону 8 800 276 Она не намерена поддерживать устный формат общения Значит, с Алиной Леонидовной свяжется при личной встречи До свидания Ради бога, почему нет? Алло? Алло 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 Я вас слушаю Здравствуйте Здравствуйте Игорь Викторович? Нет А кто это спрашивает? Меня Макаров Александр Александрович зовут Очень приятно Я инспектор юридического отдела города Москва Банк Тиньков Интересно представляю Вас как зовут? Дмитрий Евгеньевич Как еще раз? Дмитрий Евгеньевич Дмитрий Евгеньевич? Так точно Дмитрий Евгеньевич А зачем вы на чужой номер телефона отвечаете? Мой номер телефона клиента переадресация настроена Он клиент нашей компании Компании какой? Юридическая организация Называется Алиам Как еще раз? Алиам Алиам? А-ли-ам В конце М Михаил Алиам То есть он заключил с вами договор И вы теперь его интерес забудете представлять? Совершенно верно Вы догадались Да У человека трудная финансовая ситуация Он считает, что Он самостоятельно не справится И он эксплуатирует все свои права Предоставленные ему Конституцией Тем самым обратился к юристам Мы наверняем все его Спорные моменты Суде Рассматривать Алло Я понял вас Я понял вас в принципе по данной ситуации И решению этого вопроса Так Вы документы со своей стороны уже заполнили Отправили в банк? В банк Серия писем уже ушла Где мы объясняем От имени Точнее так считайте, что клиент отправил Подписал документы И мы там Рассказываем Что с клиентом Почему Все стандартно Так называемый Цивилизованный конфликт У нас с вами состоит В банк рынков Досудебное решение вопроса Если вы на этапе досудебного Собственно взаимоотношения Какие-то там моменты Не проигнорируете Точнее проигнорируете Мы будем вынуждены Через суд Расторгать договор И фиксировать сумму долга И уже через судебного пристава Будем оплачивать Удобными комфортными платежами Я понял вас Ну соответственно Посмотрим Как вы Представляете Вы интересы будете Всего доброго До свидания Конечно Посмотрите До свидания Ну а еще что-то Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Ну и конечно же Будем расторгать договор Если вы не приведете порядок его Ну не вы буквально Ваше руководство Если этого не произойдет в добровольном формате В досудебном Будем настаивать на этом Ну и платить через судебного пристава Ну а что, ей так проще сделать? Что? Ей так проще сделать? С ней можно как-то поговорить? Она вообще полностью делегировала нам все отношения с банками Со своими Конечно, ей проще с юристами сотрудничать Она не может, она финансово несостоятельная стала Ее обстоятельства финансовые категорически изменились с того момента Как она подписывала договор, она этого предвидеть не могла Более того Хорошо, я понял Можете сегодня рассказывать О чем я хотел бы это услышать? Ну Я понял вас Не хочет человек общаться с банком Всего доброго вам До свидания Алло Здравствуйте 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 Я вас слушаю внимательно Алину Леонидовну Мельник Возможно услышать по данным номерам? Нет, она не желает общаться с банками Нам это дело оставила Так, а я с кем общаюсь сейчас? Дежурный юрист Компания АЛЯМ Центра юридической защиты Меня зовут Князева Ирина Анатольевна Департамент в заткании банка ТРАС Алина Леонидовна вообще намерена Добровольные обязательства свои перед банком исполнять или нет? Нет, мы там не рассмотрели каких-то поводов Для того, чтобы человек вообще выполнял обязательства Так как договор противоречит во многих пунктах действующему законодательству Более того, у нее категорически с момента подписания договора Изменилось финансовое состояние Чего она не могла предвидеть, когда подписывала договор В этой связи мы будем просить банк изменить пункты договора Привести в соответствие действующим законодательством Ну и если банк проигнорирует, скорее всего он проигнорирует наши законные требования Будем настаивать на расторжении договора в суде Ну хорошо, я вас поняла Всего доброго в таком случае Ожидаем Алло Алло, здравствуйте Здравствуйте Марина Евгеньевна Башлаева, вам кем приходится? А вы кто? Это промсельсбанк департамента о работе за должностью Меня зовут Бужова Екатерина Евгеньевна Очень приятно, Екатерина Меня зовут Голиева Екатерина Евгеньевна, я представлюсь в свою очередь Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич Дежурный юрист, компания Алиам Башлаева, наш клиент Обратилась к нам за юридической защитой Мы представляем ее интересы В данном случае вы позвонили на ее номер Она сбросила, сработала Пунктной переадресации И вы сейчас разговариваете с ее представителями Я же поняла Документы вам предоставляли? Конечно К сожалению, я сейчас не вижу в данной доверенности Возможно документы еще не пишут Куда вам предоставляли? Нет, она нам написала доверенность Заключила с нами договор Этого достаточно Вы не хотите, не общайтесь Мы вам что наставим? Вы же нам звоните Да нет, ничего мы вам представлять не будем Я вас правильно понимаю? Что? Это ее мобильный, правильно я понимаю? Вы позвонили на ее мобильный телефон Наш номер телефона, я вас поняла Наш номер телефона, передайте ей можете, чтобы она с вами слышно связалась? У нее есть, вы же понимаете Вы ей звоните, она игнорирует общение с вами устного формата Я понимаю, что вы под запись разговора все это пытаетесь мне сказать, но она вам перезванивать не будет Да знает она, знает она номер телефона ваш Она все ваши звонки сбрасывает Игнорирует Да мы не боимся ваших звонков абсолютно Более того, мы рады им У вас очень странная реакция Передать вы ей сможете или нет? А почему вы оцениваете реакцию неизвестного вам человека? Потому что я прошу передать номер телефона Я вам совершенно объективно отвечаю Зачем делать ненужные вещи? Она его знает Я вам отвечаю совершенно отчетливо Он у нее есть Зачем делать то, чего уже Передать вы ей сможете или нет? Кого передать? Наш номер телефона Он есть у нее, девушка Вы меня слышите, он есть у нее За своего имени вы ей передать сможете, чтобы она с вами срочно связалась? Я даже не хочу вам отвечать Потому что вот какие-то несете Чем быстрее вы передадите, тем быстрее вам прекратятся звонки Не хотим мы, чтобы прекращали звонки Слышите? Алло Алло